Полиция по собственной инициативе без участия городских властей проводит большую целенаправленную работу по ликвидации незаконно установленных нестационарных торговых точек, которые работают без разрешительных документов и согласования с противопожарными и санитарными службами. В текущем году прекращена деятельность 140 торговых киосков и 13 шатров. Составлено 115 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за самовольное занятие земельных участков. Один из самых проблемных участков – набережная. Здесь неказистых ларьков и киосков, продающих в основном пиво и сигареты, было чрезмерно много. На тротуаре и набережной располагалось более 10 киосков, которые располагались в хаотичном порядке, представляли так называемый Шанхай-город. Документов, правоустанавливающих на их размещение, у владельцев киосков не было. Принятыми меры киоски были изъяты. Население поддерживает действия полиции. От таких торговых точек, по мнению горожан, было больше вреда, чем пользы. Поставленные самозахватом на сезон, эти киоски становятся рассадником антисанитарии. Внешний вид и общая атмосфера таких ларьков отбрасывают Брянск на 20 лет назад, в лихие 90-е. И с точки зрения закона, и с точки зрения нравственности и эстетики, эти так называемые торговые точки уже не имеют права на существование. Цветов не хватает. Вот здесь, да? Цветов, ламочек, беседы, посидеть, погулять здесь. Еще одно направление борьбы полиции – это шатры. Они, как правило, тоже устанавливались по принципу самозахвата. За моей спиной весной располагался шатер, который с прошлого года по окончанию сезона не был демонтирован. Владельцы уверованы были в том, что и в этом году они будут осуществлять свою незаконную торговлю. Напомню, что в прошлом году наряды полиции на реагирование по сообщениям граждан выезжали более ста раз. Теперь, как видно, шатра здесь нет, а значит, покой горожан не будет нарушать ни громкая музыка, ни пьяная публика. Отлично! Это просто отлично, что они убрали. А что, шумели? Шумели сильно. Мы живем, где фабрика РТИ, и даже там было слышно. Я за то, чтобы убирали шатры, чтобы не были в каких местах. Да, они, конечно, возможно, нужны, но не в зоне отдыха, где с детьми, где набережная, где должна быть все-таки чистота и порядок. Эта ежедневная рутинная работа уже позитивно сказалась на состоянии правопорядка. Меньше стало точек, бесконтрольно торгующих пивом. Продавцы стали чаще спрашивать у молодых покупателей спиртного документы. Городские парки и дворы стали чище и безопаснее. Это говорит о большой пользе и эффективности проводимой полиции работы. Следовательно, работа по зачистке города от правонарушений будет продолжена. Александр Новиков, Сергей Сорокин. События. Брянск.